Так, отлично. Ну ладно, с теми, кто уже слышал, придется еще раз поздороваться. Меня зовут Эльмира Вагапова, я сотрудница лаборатории клеточных основ и развития злокачественных заболеваний Института молекулярной биологии Российской Академии Наук. Я закончила МФТИ, Московский физико-технический институт, факультет биомедицинской физики, и учусь сейчас там же в аспирантуре на третьем курсе. Сегодня я расскажу вам о том, как изучать злокачественные заболевания, но последовательность презентации будет немножечко такая инвертированная. Сначала я вам расскажу вообще про злокачественные клетки в целом, а потом расскажу про то, что уже известно, и потом мы перейдем к тому, как непосредственно с клетками работают лаборатории для того, чтобы достигнуть тех результатов, которые сейчас уже есть, разработать терапевтические подходы. Сейчас я сначала немножко расскажу о себе. Ну, собственно, я училась в МФТИ, это я уже сказала. Вот, с 2014 года, если так можно сказать, я занимаюсь наукой, хотя, конечно, тогда это было еще не совсем тем, чем наука сейчас является для меня. Вот, и я проходила стажировку в Бранденбургском технологическом университете в Германии, будучи студенткой второго курса института. Вот, и после этого я решила, что наука — это мое, и нужно искать срочную лабораторию. Вот, и попала в лабораторию молекулярной генетики Московского физико-технического института. Там был заведующий Илья Владимирович Манухов, выпускник МГУ. И там мы занимались конструкцией разных биосенсоров для определения различных веществ в биологических объектах, в том числе в почве. Вот, но я всегда хотела заниматься чем-то более близким к человеку, вот, но врачом я не хотела быть. И по счастливой случайности на кафедре, на четвертом курсе, я познакомилась с Прасловым Владимиром Сергеевичем, который является руководителем нашей лаборатории, и перешла в лабораторию к ним, и там работаю, собственно, с 2016 года. То есть, магистратуру я там провела, и сейчас в аспирантуре. Ильмира, у тебя, кажется, выключился микрофон. А сейчас? Так, 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 а сейчас работает все? Сейчас все слышно, сейчас все хорошо. Все, отлично. Ну, в общем-то, так, я не знаю, на чем мы там остановились. Работаю в лаборатории клещных основ и развития злокачественных заболеваний и занимаюсь лейкозами. Это злокачественное заболевание гемопоэтической системы. Мы изучаем механизмы резистентности злокачественных клеток крови к имеющимся препаратам для того, чтобы разработать новые терапевтические агенты и терапевтические подходы. Об этом я вам чуть поподробнее расскажу потом. Так что, вот. Сначала мы поговорим о том, что такое злокачественные клетки в целом, то есть какие-то общие вещи о злокачественных заболеваниях и злокачественных перерождений. Дальше расскажу так специфично поближе к лейкозам, потому что я ими занимаюсь и как-то про них, наверное, больше знаю. Дальше поговорим про существующие терапевтические подходы для лечения злокачественных заболеваний и в том числе лейкозов. И вернемся назад в лабораторию и разберем, как же это все было изучено и как это изучается на данный момент, в том числе и нами. Для начала я как бы хочу вам так сказать. Наверное, тут большинство из вас биологи, вот. Так что для вас, наверное, будет не секрет, не будет секретом, короче, не будет новой информации, какая-то общая такая про клетки, но все равно хочу вам как-то что-то напомнить для того, чтобы вы понимали, что, вернее, не понимали, может быть, вспомнили, что человек – это такая сложная система, очень-очень сложная, где все регулируется как внутриклеточными сигналами, так и внеклеточными сигналами, и нарушить это довольно сложно на самом деле. Но когда что-то идет не так, а именно несколько событий происходит, неправильно накапливалась мутация, вот происходит злокачественное заболевание, злокачественное перерождение. Вот. Не знаю, может быть, кто не знает, сколько клеток в теле человека, мне эта информация особо была не нужна, просто когда я делала похожую презентацию несколько лет назад, мне показалась забавная информация о том, что клетками можно несколько раз обернуть земной шар. Вот. Я не знаю, если кто-то знает, если кто-то хочет ответить, может ответить. Если нет, то я вам просто покажу следующую картинку. В организме человека около 37 триллионов, и если рассчитать, ну, известен средний диаметр клетки, это примерно 20 микрон, ну, на самом деле от 10 до 50 микрон может колебаться. И если в цепочку все эти выставить клетки одного человека взрослого, то землю можно будет обернуть 18 раз. И что интересно, клеток у человека разных очень много, и все это образование клеток различных начинается еще в процессе эмбриогенеза, и вот, собственно, вот эти все процессы дифференцировки клеток, то есть превращение клеток из незрелых в зрелые, они очень четко контролируются. Вот, я хочу вам показать на примере гемопоэза. Почему-то картинка после того, как я конвертнула в ПДФ, стала не очень четкая, но так попробую объяснить. На примере кроветворения, как все это выглядит. Вот есть мультипатентная гемопоэтическая столовая клетка. Я надеюсь, что видно указку. Дальше из мультипатентной столовой клетки возникают лимфоидный, миоидный и лимфоидный предшественник. И дальше, собственно, есть такая длинная цепочка коммитирования, то есть клетки превращаются, превращаются, и в итоге получаются те самые зрелые клетки организма, которые составляют ткань кровь, гемопоэтическую систему. Всем известны тромбоциты, эритроциты, ТБ-лимфоциты, макрофаги и вот эти все клетки. Это такая схема довольно общая, но чем она примешательна, почему я хотела вам ее показать, потому что на самом деле каждой стрелочке здесь, то есть каждому превращению, способствует очень большое количество факторов. как транскрипционных факторов, которые, то есть факторы транскрипции, белки, которые регулируют экспрессию генов внутри каждой клетки, так и внешних факторов, то есть белков, сигнальных молекул и прочих соединений сигнальных, которые, собственно, определяют взаимодействие клеток между собой, и за счет этого взаимодействия в том числе происходит вот это вот превращение клеток, созревание. Клетки между собой в организме любые, в том числе и гемопоэтические, гемопоэтические они взаимодействуют, и есть несколько типов взаимодействий, это биологическое, физическое и химическое. Ну, это такое отделение на самом деле довольно общее, но в целом как бы здесь можно увидеть, что, во-первых, клетки взаимодействуют посредством взаимодействия легандов и рецепторов, то есть рецепторы, здесь клетка в серединке находится, и вокруг нее другие клетки и как бы внеклеточная среда. Во-первых, взаимодействуют рецепторы леганд, то есть леганды это какие-то растворимые белки, которые находятся во внеклеточном пространстве, и они, взаимодействуя с рецептором, могут приводить к какому-то изменению внутриклетки. Я вам дальше покажу, каким еще. Дальше за счет взаимодействия межклеточных взаимодействий, то есть прям клеток между собой, тоже в основном за счет рецепторов и всяких интегриновых молекул этот процесс осуществляется. Дальше изменение жесткости матрикса. Короче, химические взаимодействия – это протеазы, субстраты, есть еще там всякие разные нововведения, вернее, новоизученные вещи типа экзосом, то, что клетки могут экзосомам передавать, в экзосомах могут находиться тоже всякие сигнальные пептиды, белки, ДНК, РНК, все что угодно. В общем, клетки, да, они находятся… Ни одна клетка там где-то находится непонятно где, и вот вы берете одну клетку, там ее изучаете. Что-то на самом деле сложная система, и взаимодействие клеток между собой, оно определяет во многом все. То, что у человека как бы вообще все есть, все органы, все между собой взаимосвязаны, ничего не разваливается. Но, понятное дело, что при злокачественных заболеваниях вот эти взаимодействия тоже нарушаются. Что же, вот такие простые процессы, да, вроде как там взаимодействие рецептора с легандом звучит довольно просто. Какой-то белок там соединяется с другим белком, да, и все, да. Одна клетка производит один белок, другая клетка содержит на своей поверхности другой белок рецептор, и как бы все супер вроде, все легко. Но на самом деле в это время внутри клетки происходит очень большое количество процессов. Вот эти вот процессы, то есть того, как клетка реагирует, да, на внешнее взаимодействие, и то, что происходит внутри, называются сигнальными каскадами. То есть внутри куча-куча, такая белковая сеть огромная, да, которая между белками с собой в определенном порядке и в определенном, как бы, качестве субстрат и регулятор между собой взаимодействует. И в конце концов происходит что-то в ядре, что называется там регуляция экспрессии генов, то есть что-то меняется. И вот эта вот вся вот огромная сеть белковых взаимодействий, да, и вне клеточных определяет, что вообще с клеткой будет. Она будет жить, делиться, дифференцироваться или там уходить в эпоптос, умирать. Вот. И то есть на самом деле все выглядит так сложно, и так все прописано, да, как будто бы нарушить эти процессы невозможно. Но вот когда происходят какие-то нарушения, в том числе чаще всего они происходят за счет мутаций, мутаций в генах, которые в итоге введут к тому, что какие-то белки ломаются и работают неправильно, происходит злокачественное перерождение клеток. Это так, в целом просто показать несколько обложек научных журналов, которые, наверное, демонстрируют, это очень маленькая часть, просто я какие-то там набрала, которые мне нравятся, демонстрируют интерес людей и лаборатории к злокачественным заболеваниям, к изучению злокачественных заболеваний. И на самом деле статьи выходят постоянно, их выходит очень-очень много, но все исследования, которые производятся, это такая небольшая крупица, небольшой шаг на пути к тому, чтобы разработать какую-то действенную терапию. И я еще хочу сразу отметить, потому что иногда людям кажется, что такой вопрос возникает, когда будет там лекарство от рака. Вопрос довольно такой странный, не точный, потому что на самом деле злокачественные заболевания – это огромная группа заболеваний, которые вообще все суперразные, сильно отличаются друг от друга, во-первых, потому что возникают в разных тканях, в разных органах, и заканчивая тем, что вообще, возможно, каждому пациенту нужен индивидуальный подход, потому что у всех организмы разные. Поэтому на такой вопрос ответить я вам сразу скажу, я не смогу, ну и вряд ли кто-то сможет, но какие-то шаги на пути к лечению отдельных злокачественных заболеваний делаются, и они в целом бывают и успешными. В целом, несмотря на то, что злокачественные заболевания – это такая гетерогенная группа заболеваний, у всех есть один общий признак. Вообще, что такое злокачественное заболевание? Это бесконтрольный, неограниченный рост аномальных клеток. Тут была анимация, которую пришлось убрать, потому что пришлось конвертнуть в PDF презентацию, чтобы она хорошо работала. Но в целом, здесь был показан процесс деления нормальной клетки и злокачественной, и просто хотел вам показать, что злокачественные клетки намного быстрее делятся и вытесняют нормальные клетки из тканей. Вы, кстати, не стесняйтесь вопросов, давайте, пишите в чат, и кто хочет, может, у нас задавать. Естественно, можете меня прерывать в любой момент. Я буду только рада ответить. И вот из всех этих долгих изучений злокачественных клеток сейчас есть такие сформированные несколько тезисов, которые называются признаками злокачественной клетки. То есть, какая клетка называется злокачественная? Сейчас быстренько эти признаки разберем. Первая – это клетка, которая имеет репликативное бессмертие, то есть клетка, которая может бесконечно делиться. Какие клетки еще в организме могут бесконечно делиться? Это стволовые клетки, то есть злокачественным клеткам присущи некоторые характеристики стволовых клеток в том числе. Дальше изменение метаболизма. В злокачественные клетки часто переходят на гликолиз, это называется эффект Варбурга, для того, чтобы быстрее, еще быстрее делиться. Потому что, когда есть ограниченный кусок ткани, злокачественные клетки быстро делятся, и питание у них быстро заканчивается. Для того, чтобы питательные вещества как-то быстрее получать и быстрее делиться, они переходят на гликолиз. Дальше это инвазия метастаза, хотя на самом деле это относится только к твердотельным опухолям. Я занимаюсь лейкозами, это злокачественное заболевание крови, и, как вы понимаете, кровотворные клетки не так везде. Но злокачественные клетки твердотельных опухолей, они обладают способностью к инвазии метастазам, то есть вываливаться из ткани, в которой они находятся, в кровоток, и дальше путешествовать в кровоток, пробивать его в другом месте и находить место для развития вторичной опухоли, которая появляется метастазами. Дальше эти клетки умеют уходить от клетчаной смерти. То есть в норме у клеток есть предел деления, то есть зрелые клетки делятся всего несколько раз, и это называется предел хейфлика, и дальше они уходят в опаптос, это процесс клеточной гибели. Злокачественные клетки этого не делают, они продолжают делиться, даже несмотря на то, что у них есть нарушение некоторых клеточных систем. Дальше есть такой момент, как противоопухолевое воспаление, в области, в очаге развития злокачественного заболевания всегда есть иммунные клетки, которых очень-очень много, и они обычно рекрутируются злокачественными клетками, где злокачественные клетки умеют продуцировать специальные сигнальные молекулы и факторы роста для того, чтобы эти клетки были не противоопухолевыми, а проопухолевыми, то есть защищали от других иммунных клеток, укрывали их от иммунной системы организма. Из этого же вытекает на самом деле уход от иммунного контроля, ты уже упомянула, сопротивление супрессорам роста, то есть вот, например, если мы рассмотрим кровотворную систему, столовые клетки, они находятся в нише кровотворной, то есть в костном мозге. Костный мозг выстилается специальными клетками, которые называются стромальные клетки, и они продуцируют специальные факторы роста для того, чтобы правильное время удерживать столовые клетки, нормальные столовые клетки, например, гемопоэтические, в фазе репликативного покоя, чтобы они не делились для того, чтобы не было слишком много каких-то клеток в организме, потому что понятно, что органы не должны разрастаться больше, чем им положено. И для этого есть специальные супрессоры роста, то есть тоже белки, которые помогают поддерживать клетки в фазе покоя. И злокачественные клетки, они умеют им сопротивляться, то есть не отвечать на них и продолжать делиться бесконечно. Дальше следующий признак – это индукция неоангиогенеза. Это процесс прорастания новых кровотворных сосудов в опухоль. То есть часто, ну, очень часто опухоль бывает воскулиризирована очень сильно, то есть очень много новых сосудов в области опухоли находится для того, чтобы, собственно, опухоль могла получать побольше питательных веществ. И активация пролиферации, ну, на самом деле, это, в принципе, то же самое, что репликативное бессмертие, и несколько есть признаков, естественно, связанных между собой, то есть клетки очень быстро делятся, как я уже говорила, и нестабильность генома. Это тот процесс, что когда возникло некоторое количество мутаций, которые приводят к гиперплазии, то есть к тому, что орган какой-то разрастается, да, аномально, дальше клеткам все легче и легче накапливать новые мутации. То есть в других генах, в других областях генома злокачественные клетки начинают тоже мутировать. Вот, не знаю, надеюсь, вам все понятно, в принципе, здесь. Так, тогда перейдем дальше к лейкозу, к злокачественному перерождению клеток крови. При нормальном гемопоэзии в крови содержатся разные кровотворные клетки, и большую часть занимают красные кровотворные клетки эритроциты. Это при злокачественном перерождении незрелые мутации происходят в незрелых клетках, то есть в некомитированных, недифференцированных миелоидных клетках, например, или лимфоидных клетках, если это лимфобластный лейкоз, и миелоидных, если миелоидный лейкоз. И вот эти клетки, как мы уже говорили, они обладают способностью к быстрому делению, и они вытесняют нормальные клетки. Вот здесь видно на картинке, что здесь очень-очень много этих лейкозных клеток, потому что они быстрее и быстрее предпотребляют все питательные вещества, в том числе, и нормальных клеток становится меньше. Собственно, это то, что я только что сказала, обобщение того, что накапливаются мутации в незрелых кровотворных клетках, и за счет этого возникает лейкоз, и нормальный ГМПС как бы подавляется, то есть всех остальных клеток становится меньше. Лейкозы вообще делят на два типа. На самом деле лейкозы – это тоже злокачественные заболевания, это гетерогенная группа заболеваний, лейкозы – это тоже гетерогенная группа заболеваний. Там все очень сложно, очень много разных подтипов, которые еще между собой перемешиваются. Чем дальше развивается наука, тем больше становится на самом деле непонятно. Классификации постоянно меняются, и из-за этого постоянно меняются терапевтические подходы, но, крайне мере, на две группы можно разделить. Есть острый миелоидный лейкоз и острый лимфобластный лейкоз. Острый миелоидный лейкоз возникает из незрелых миелоидных клеток, то есть те, которые потом впоследствии должны были превратиться в эритроциты, макрофаги, эзинофила, базофила. И острый лимфобластный лейкоз возникает в лимфоидных предшественниках, то есть мутация накапливается в лимфоидных предшественниках. Это те клетки, которые дают ТБ-клетки, клетки иммунной системы. И принципиально разным для этих двух групп заболеваний является то, что острый миелоидный лейкоз – это гериатрическое заболевание, встречается у людей взрослых, средний возраст 63 года, то есть примерно группа – это 50-65 лет. Острый лимфобластный лейкоз возникает обычно у детей, 5-9 лет средний возраст. И за счет этого возраст определяет, добавляет некоторые проблемы, потому что у взрослых людей обычно больше всяких сопутствующих заболеваний, которые, например, негативно сказываются на общей терапии. То есть для людей часто бывает так, что для взрослых людей с острым миелоидным лейкозом нельзя применить стандартную химиотерапию, высокодозную, которая очень такая агрессивная для любых клеток организма, и из-за этого очень резко снижается количество вообще возможных опций лечения. Вот, и во многом поэтому миелоидный лейкоз лечится очень плохо, и выживаемость пятилетняя составляет сейчас 60%, раньше было вообще 30% до возникновения таргетной терапии. Острый лимфобластный лейкоз детский лечится довольно хорошо, стандартная химиотерапия, там пятилетняя выживаемость около 95%, и ремиссии тоже там около 95%. Вот, мы изучаем в нашей лаборатории в основном острый миелоидный лейкоз, потому что там очень много всяких сложностей, связанных с накоплением мукации и невозможностью применять стандартную химиотерапию. Тут у вас есть вопрос, извини, пожалуйста. Да, да, да. Вопрос из Ютуба. Нормальный гемопайс просто подавляется, переродившиеся миелоидные клетки как-то действуют на нормальные, или просто выигрывают конкуренцию? Спасибо за вопрос. В целом там совокупность процессов происходит. Во-первых, ну, нельзя сказать, во-первых, потому что, знаете, сколько у ученых, столько и мнений, на самом деле. Всем кажутся разные факторы главенствующими. Вот, ну, я так скажу, несколько вещей. Во-первых, да, в конкурентном плане они быстрее делятся, и поэтому они как бы просто быстрее успевают занять место. Во-вторых, происходит ремоделинг ниши, то есть в норме, да, для того, чтобы происходил нормальный гемопайс, то есть нормальное превращение незрелых клеток кровотворных в зрелые, нужна ниша костного мозга. То есть костный мозг, клетки костного мозга, они продуцируют специальные факторы, которые необходимы для дифференцировки. Здесь происходит так, что вот эти бласты ликозные, они инфильтруют костный мозг, то есть они попадают в костный мозг, занимают там место, и мало того, что они занимают там место, они еще и воздействуют на нишу костного мозга, то есть на строму, то есть на клетки костного мозга, которые как бы в норме все поддерживают, и они начинают на них работать. И то есть они потребляют вот все, что нужно было для нормальных клеток, они как бы в свою пользу используют для того, чтобы выживать и еще быстрее делиться. Вот так. Надеюсь, что понятно было примерно. Так. Дальше. Ну, так как самое важное, на самом деле, наверное, для понимания вообще поведения злокачественных клеток, это мутации, потому что злокачественные перерождения происходят при накоплении мутации. Я вам, может быть, напомню или расскажу, какие бывают вообще мутации. Мутации бывают разные, например, по происхождению клеток, в которых они происходят, это соматические или герминативные, то есть те, которые передаются по наследству и не передаются по наследству. Дальше по своим последствиям есть драйверные и пассажирские мутации. Драйверные мутации – это те, которые как бы вызывают, злокачественное заболевание. Пассажирские – это те, которые уже потом возникают. Помните, мы говорили, что один из признаков – это нестабильность генома. Те, которые уже впоследствии возникают из-за того, что клетка в себе уже не очень хорошая. Дальше по функции. Мутация бывает ингибирующая, активирующая. После того, как возникла мутация, продукт этого гена, то есть белок, может потерять свою функцию или наоборот приобрести. Но это мы на примере Кинац обсудим чуть подальше. И по типам генов. Мутации могут возникать в онкогенах или в онкосупрессорах. Немножечко давайте про онкогены, онкосупрессоры поговорим, потому что самое частое, что во всех книжках по злокачественным заболеваниям встречается и всегда разбирается в контексте злокачественных заболеваний. Есть в организме человека в ДНК некоторые гены, которые называются протонкогены. В норме они нужны для клеточного деления, то есть они запускают клеточное деление и активированы в столовых клетках. Вот мутации в этих генах, они приводят к тому, что эти белки, мутации в генах приводят к тому, что белки становятся постоянно активными, то есть никак на них нельзя подействовать, они просто конститутивно активны. Из-за этого клетки очень быстро делятся. И вот этот процесс называется примутация из протоонкогена, получается онкоген. Надеюсь, это понятно. Обычно, вот я тут нарисовала такой рисуночек, есть клетки, нормальные клетки, у них есть рецептор, есть леганд. Клетки, вот это клетки костного мозга, это как бы гемопоэтические клетки. Клетки костного мозга вот эти вот леганды производят. И в норме, если леганд есть, рецептор активируется и клетки делятся. Если возникают мутации, то этому рецептору больше не нужен леганд. Видите, он тут такой грустненький, один, никому не нужен. Они сами себя активируют, то есть эти вот рецепторы, которые находятся на поверхности, они постоянно активны, им ничего не нужно, их нельзя проконтролировать извне. И из-за этого клетка постоянно делится. И второй тип генов, в которых могут быть мутации, это опухолевые супрессоры. Самый известный пример это P53. Я надеюсь, кто-то из вас знает про P53. Весь научный мир очень любит P53 или уже не любит на самом деле, потому что какое исследование ты не проведи, все дороги ведут к P53. P53 – это такой фактор транскрипции, который задерживает клетки в начале клетчатого цикла. То есть он тесно связан с системой репарации. Система репарации – это системы клетчатые, которые могут неточности при копировании ДНК, при репликации исправить. И вот P53 он занимается тем, что он тормозит клетки в начале клетчатого цикла, чтобы клетка с этими мутациями не пошла дальше делиться и производить себе подобных. Так вот, мутации в таких генах приводят к полному отключению функции, то есть это инактивирующие мутации. Из-за этого клетка, в том числе, например, при мутациях P53, клетка не может проверить, все ли у нее нормально с геномом. И получается, что дочерние клетки, которые получились из этой материнской клетки, они содержат мутации, и их функции нарушены. То есть они должны были, может быть, в норме, если бы с P53 все было окей, уйти в апоптос, то есть погибнуть и не давать потомство. Но как бы P53 нарушен, и никто не исправляет ошибки, клетки получаются с нарушенными функциями, в том числе, например, с активированным потенциалом к бесконечному делению и прочим вещам злокачественным. В клетках какие мутации бывают в клетках острого миелоидного лейкоза? Вообще для каждого типа злокачественных заболеваний есть своя статистика по частоте встречаемости мутаций. Тут, кстати, я думаю, что презентация потом будет доступна. Поэтому я сразу скажу, тут внизу указаны ссылки на статьи, откуда информация была взята, и на тех слайдах, где информация прямо из статей. И все статьи я тоже могу скинуть, просто чтобы имели к ним доступ. Соответственно, в клетках миелоидного лейкоза чаще всего бывают мутации в киназах. То есть киназы – это в основном рецепторные киназы. Это белки, которые обладают функцией к фосфорилированию. То есть могут в фосфатную группу добавлять, тем самым активируя следующий за ними белок в сигнальном каскаде. Это самые частые мутации. Дальше мутация в системах эпигенетической регуляции генома, то есть метилирования, в основном тут система метилирования, то есть навешивания дополнительных групп на ДНП. Дальше это нуклеофазмин, тоже такая очень частая мутация, про него мы еще чуть подальше поговорим. Транскрипционные факторы, которые регулируют гемопоэз в норме. Если они мутированы, гемопоэз – кровотворение. Если они мутированы, то нормального превращения клеток незрелых, гемопоэтических клеток зрелых не происходит. И П53, это то, о чем я уже говорила, этот самый регулятор кресочного цикла и репарации, и вообще всего, он тоже бывает очень часто мутантный в злокаченных клетках крови. Вот, например, если мы говорим о мутациях в кеназах, это рецепторная кеназа. Фельдт-3 кит – это самые частые рецепторы, в которых бывает мутация. Что происходит? Если в них есть мутация, им не нужен леганд, то есть им не нужно взаимодействие ни с какими другими клетками, они сами постоянно активированы, и постоянно из-за этого передают сигнал во внутрь клетки и работают без легандов. И вот что происходит с П53. Если в норме П53 необходим для того, чтобы клетки проходили нормальный клеточный цикл, останавливались и проверяли систему репарации, проверяли ошибки ДНК, то при мутации в П53 клетки бесконечно делятся и не отвечают ни на какие сигналы, ни внутриклеточные, ни внеклеточные. Так, дальше в зависимости от того, в каких генах… Ну, это такая древняя история, сейчас я немножко расскажу. На самом деле было очень много разных классификаций острых миллодных лейкозов, было уже минимум две. Это Всемирная организация здравоохранения и франко-американская классификация. Для чего вообще пытаться классифицировать как-то злокачественные заболевания? Ну, для того, чтобы, во-первых, можно было по какому-то минимальному набору признаков предположить прогноз, ну и как бы, во-вторых, подобрать лечение. И сейчас есть классификация, которая называется ELM 2017. Там на эту тему есть как раз статья, как она придумывалась, это классификация. Собственно, есть три типа прогнозов. Это благоприятный, средний и неблагоприятный. В зависимости от того, какие транслокации… Транслокация – это когда кусок с одной хромосомы переходит на другую, и вместо двух генов получается один слитный ген, у которых продукт тоже слитный белок. И мутация. С благоприятным прогнозом связана транслокация RUNS1-RUNS1-T1. Это транслокация между 8 и 21 хромосомы. Вот у нас так издревле в лаборатории занимается этой транслокацией. Так что, если вам интересно, можете там почитать статьи, я могу вам тоже скинуть. И дальше вот это самое интересное, как по мне, мутация нуклеофазмина при отсутствии мутации в FLT3. То есть, когда нет вот этой конститутивно активной, то есть, постоянно активной киназы FLT3, есть мутантный нуклеофазмин, все ок. Дальше средний прогноз. Это когда есть высокий уровень мутантного FLT3. FLT3 – это вот такиназа, рецептор, который на поверхности злокачечных клеток находится. И есть мутация в нуклеофазминя, то это средний прогноз. Самый неблагоприятный прогноз, когда мутированы RUNS1, это транскрипционный фактор такой, P53 – это то, что мы говорили, транскрипционный фактор. И транскрипционный фактор ISXL. А также, если есть, очень высокий уровень экспрессии FLT3. Вот на этом моменте мутантного FLT3… Сейчас мы… Что-то я картинки неправильно поставила, ладно. Нужно будет остановиться, потому что, на самом деле, с того момента, когда ученые нашли вот эту мутацию, активирующую FLT3, то есть обнаружили, что есть такие типы лейкоза, в которых есть мутация FLT3, резко началась разработка ингибиторов, то есть терапевтических препаратов, направленных на подавление активности этого белка. Их сейчас разработано очень много, там около 15 штук. Из них там большая часть находится в клинических испытаниях. Но есть несколько одобренных препаратов. И вот когда первый раз одобрили вот этот вот препарат, ингибитор, мидостаурин он называется, там у меня дальше есть слайд про эти ингибиторы, всякие FLT3, произошел вообще прорыв в лечении острых милойных лейкозов, потому что наконец-то смогли вот на вот эти клетки с неблагоприятным прогнозом, на клетки пациентов с самым неблагоприятным прогнозом подействовать и их уничтожить. И вот с момента одобрения вот этого препарата выживаемость пациентов с лейкозами выросла с 30% до 60%. И по мне так это вообще очень круто, то что люди смогли найти ответ хоть на какой-то вопрос и разработать терапевтический подход, исходя из этого. Вот. Ну, сейчас я так тогда обобщу немножко, какие бывают вообще терапевтические подходы в целом злокачественных заболеваний, и мы потом снова вернемся к лейкозам, и через три слайда у нас будут всякие обсуждения моделей лабораторных, которые используют для изучения лейкозов. Самый такой старый метод – это резекция, то есть просто хирургическое вмешательство, радиация, радиационное влучение используется, химиотерапия – это такая неспецифическая терапия высокими дозами вещества. Чем плохая химиотерапия? Тем, что химиотерапевтические препараты, они воздействуют на все клетки организма, из-за этого имеются очень плохие последствия, и в целом ухудшение жизни наблюдается у человека после использования химиотерапии. Дальше – таргетная терапия – это вот эти все ингибиторы, направленные на то, чтобы что-то одно в клетке выключить, в том числе, например, FLT3 и прочие похожие кеназы. Трансплантация костного мозга часто используется для лейкозов, потому что даже если удалось большую часть лейкозных клеток уничтожить, нужно как-то восстановить пул нормальных клеток. Гормональная терапия – я, честно говоря, про нее особо много не знаю, но есть такая терапия, для рака груди используется, в том числе иммунотерапия – тоже интересные вещи, содержат в себе и антитела, и иммунные клетки модифицированные. Сейчас я об этом тоже немножко расскажу. Ладно, давайте, наверное, при стандартной химиотерапии не будем долго говорить. В целом стандартные химиотерапевтические агенты направлены на то, чтобы заблокировать клеточное деление. Они могут действовать на разных этапах клеточного цикла. Это вот клеточный цикл, изображен здесь, клетка находится в фазе репликативного покоя, G0, то есть не делится. Дальше она входит в фазу G1, дальше в фазе S у нас происходит дупликация ДНК, и клетка разрастается, и получается две дочерних клетки. Короче, на разных этих препаратов больше всего. Там есть препараты, которые являются антибиотиками, дальше есть препараты, выделенные из, то есть природные, из растений и всяких таких других природных объектов. И это самая большая группа, и, конечно, тогда, когда первый раз она появилась, эта химиотерапия, все, естественно, стало проще, потому что раньше лечения вообще не было для локальчатых заболеваний. И, в общем, химиотерапия направлена на то, чтобы остановить деление клетки. Естественно, чем клетка быстрее делится, тем быстрее вроде как на нее подействует химиотерапевтический препарат, но другие ведь клетки тоже в организме делятся, в том числе столовые клетки, соответственно, они тоже этой терапией уничтожаются. Ничего хорошего, собственно, здесь нет, очень много последствий неблагоприятных. Дальше таргетная терапия. Вот, например, ингибитор икиназ. Самый первый таргетный препарат, который был придуман, это ингибитор BCR-абль. BCR-абль – это такая слитная, слитный белок, он состоит из двух частей, это BCR и абль, который является причиной хронических миелоидных лейкозов. Это тоже другой тип заболеваний кровотворной системы. Но в целом ингибиторы икиназ, они направлены на то, чтобы заблокировать перенос вот этой АТФ, короче, заблокировать перенос фосфатной группы на субстрат, то есть на молекулу, на которую действует вот эта вот киназа. Для этого заблокировать как бы сигнальный путь внутри клетки, потому что внутри клетки ничего не происходило. И вот самый первый был ингибитор – это имотиним-гливек, который направлен на ингибирование BCR-абль. И за счет него хронические миелоидные лейкозы очень хорошо лечатся. Там примерно 90% людей спокойно, собственно, этим препаратом излечиваются. Вот вы можете почитать про него. Вот ингиб, мезилат, гливек. Интересная история того, как он появился. Трансплантация костного мозга, как я уже говорила, используется для лечения именно лейкозов. Сначала у донора берется костный мозг. Способы получения костного мозга бывают разные. Либо чисто пункция, либо с помощью стимулирующих белков. То есть человеку дают стимулирующие белки для того, чтобы клетки столовые выходили из костного мозга, и можно было их из периферической крови собрать. Дальше вот этот образец либо консервируется, либо сразу используется. И пациент после того, как получил химиотерапию, то есть после того, как общей терапией пациента пролечили, избавили его от большего количества клеток злокачественных, ему пересаживают костный мозг для того, чтобы установить пол нормального кровотворения, чтобы у него кровь была в порядке. Дальше иммунотерапия. Это, наверное, самое такое сейчас передовое направление. Иммунотерапия бывает вообще очень разная. Бывают блокирующие антитела, которые блокируют на поверхности либо злокачественные клетки, либо иммунные клетки молекулы, то есть рецепторы или леганды для того, чтобы не происходило подавление иммунитета, для того чтобы злокачественная клетка не могла воздействовать на иммунную и под себя ее подстраивать. Короче, для того, чтобы иммунную систему активировать немножечко, скажем так, на борьбу с злокачественными заболеваниями. Дальше это цитокины и иммуностимуляторы разные, то есть направлены на то, чтобы простимулировать иммунную систему, то есть белковые молекулы, которые вводятся. Дальше это вакцины. Вакцины для некоторых злокачественных заболеваний существуют вакцины, и некоторые из них, ну, там несколько штук разрабатываются, в том числе для рака шейки матки, для рака груди. Но, по-моему, насколько помню, только одна вакцина есть одобренная. И, наверное, самое такое прикольное направление иммунотерапии – это вот введение генно-инженерных, генно-модифицированных клеток, введение Т-клеток и НК-клеток обратно пациенту. На чем оно основано? Сейчас сначала вот этот слайд посмотрим, потом следующий. Возможно, конечно, кто-то из вас слышал про картии клетки, в том числе за счет того, что такая интересная была история, потому что это самая первая одобренная была клеточная терапия для терапии вообще злокачественных заболеваний. На чем же оно основано? У человека выделяют Т-клетки, то есть у больного человека, человек, который болеет злокачественным заболеванием. Дальше в эти Т-клетки вставляют специальный рецептор модифицированный, который называется КАРТ, то есть химерный рецептор. Что это за рецептор? Этот рецептор направлен на то, чтобы специфично узнавать молекулу на поверхности злокачественных клеток. То есть что происходило до пациента было злокачественное заболевание, и вот Т-клетки вообще были не алло, не работали как надо, не убивали злокачественные клетки. И вот тут мы вставили ген, и появился специальный рецептор на поверхности Т-клетки для того, чтобы эти Т-клетки были активны и реагировали на злокачественные клетки и могли их убивать. Дальше они их размножают в лаборатории, то есть они делятся, и вводят обратно пациенту. И вот что происходит внутри пациента. Эти Т-клетки, они атакуют злокачественные клетки, и они умирают. Все круто, но, как обычно, дорого, и подход такой ограничен тем, что нужно найти, на что же сделать этот кар. То есть нужно на поверхности злокачественной клетки найти молекулу, на которую можно специфично воздействовать. Почему это сложно? Потому что злокачественные клетки, они возникают из нормальных клеток. То есть это не какие-то чужеродные клетки, которые из меня попали. И они на 99,9% похожи на нормальные клетки. Очень сложно найти какую-то молекулу, которая позволит атаковать злокачественные клетки. Так, ладно, идем дальше. Теперь касательно острых милоидных ликозов, так быстренько посмотрим. Извини, пожалуйста, там сейчас техническая неполадка. Там отвалился стрим где-то минуты две назад. И сейчас его перезапустят. Давай мы тогда вот этот вот новый вот этот вот слайд. Чуть попозже начнем. Сейчас я проверю, там по идее должно работать. Профан, да. Хорошо, да. Хорошо. Продолжение следует... 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 И вот здесь изображен F-L3, вот этот вот рецептор, на него подействовал ингибитор, то есть вроде как все хорошо, большая часть клеток под действием погибла, но появились те клетки, которые накопили мутации новые. То есть такие мутации, которые позволяют от этого ингибитора скрыться. Эти клетки выживают. Либо злокачественные клетки рекрутировали микроокружение, то есть взаимодействовали с клетками стромы, костного мозга, иммунными клетками, то есть с теми клетками, которые производят всякие факторы роста. И вот эти факторы роста помогли им выжить. То есть за счет других рецепторов, не F-L3. То есть F-L3 заблокировался, бог с ним, возникли другие рецепторы, которые тоже заставляют клетки выживать. И дальше за счет накопления новых мутаций в ДНК, в генах других, тоже клетки могут выживать. И вот за счет активации антиаппатетических молекул, BCL-2 в том числе, это молекулы, которые позволяют клеткам уходить от клеточной гибели. Короче, в чем суть? В том, что люди подумали в 2019 году, окей, ладно, тогда нужно заблокировать F-L3 и что-нибудь еще, например, BCL-2, почему нет? Заблокируем эту антиаппатетическую молекулу, и клетки точно погибнут 100%. И тогда решили, что нужно взять, использовать, например, ингибитор F-L3 и скомбинировать его с винитоклаксом. Винитоклакс – это ингибитор BCL-2. То есть взять, заблокировать рецептор и плюс заблокировать вот этот вот отход, как там, обход клетки для того, чтобы от гибели все-таки спастись. И вроде бы должно быть, наверное, все классно, еще можно добавить какую-нибудь иммунную терапию, и все будет супер. Ну вот это пока что все в виде клинических испытаний осталось, вроде там есть какие-то проблески, но пока результатов нет, потому что, как вы понимаете, ну вернее, с начала любых клинических испытаний должны там как минимум 5 лет пройти для того, чтобы было понятно, является ли терапия действенной. Но что мне здесь хотелось бы отметить, то что на самом деле, вот мне в том числе кажется, что да, там будущее за комбинированной терапией, что нужно продумать, что блокировать, то есть какие 2 или 3 молекулы блокируются одновременно, уже может быть даже имеющимися препаратами, то есть не искать новые мишени, для того, чтобы клетки погибали эффективно. То есть какие-то 2 или 3 вещи заблокировать для того, чтобы не было обходных путей у клетки выжить. Но все равно, наверное, для каждой группы заболеваний она будет своя комбинация. Ну, собственно, вот я вам сказала про устойчивость, что устойчивость может возникать из-за мутаций, но есть куча данных, например, о том, что это картинки из статьи, ну, тут я так быстренько вам расскажу тоже про статья, тоже про FLT3. Здесь использован ингибитор коренолатиник, это вот ингибитор FLT3, один из тех ингибиторов, который может вот этот вот рецептор мутантный блокировать. И здесь люди проводили сначала эксперименты на клетках в лаборатории, добавляли клеткам разные факторы роста, вот они отмечены, ГКСФ, ГМСФ, интерлекин-3, интерлекин-6, СКФ. Это разные факторы роста, то есть разные белки, которые продуцируются костным мозгом. И смотрели, что с клетками происходит. И оказалось, что некоторые эти белки, видите, могут спасать клетки от ингибитора. То есть смотрим, вот это контроль, то есть они не обработаны ничем. Дальше при добавлении препарата все клетки сдохли, как бы, да, здесь их стало ноль, а при наличии вот этих белков клетки выживают. И вот здесь вот тоже люди решили узнать, как же это можно предотвратить. Вот оказалось, что можно заблокировать внутриклеточную молекулу, которая называется JAK2. Это, сейчас, мне кажется, она была на предыдущем рисунке, сейчас я быстренько вам ее покажу. Да, вот, видите, от FLT3 сигнал идет к такой молекуле JAK, то есть рецептор передает сигнал внутрь клетки. Вот это вот, к этой молекуле есть тоже препарат, который называется Ruxolotinib. И вот здесь вот люди взяли, решили скомбинировать два препарата, ингибиторов FLT3, вот ингибитор JAK. И вы видели, что клеток злокачественных становится намного меньше. То есть вот столько их становится, если взять один препарат, если взять только ингибиторы FLT3. Короче, смотрите, чем больше пятно, чем оно более красное, чем больше площади мыши оно занимает, тем больше злокачественных клеток. То есть вот это все цветное, это злокачественные клетки. И вот здесь видно, что здесь как бы их много при вот этом препарате. Их тоже очень много, а совместно их мало. То есть видите, вот тут вот и здесь. То есть эти препараты тоже работают. Короче, к чему это я хочу сказать, к тому, что очень много разных комбинаций можно попробовать. И скорее всего все-таки найти что-то прям супер такое. Супер уникально для всех пациентов и для всех видов злокачественных заболеваний невозможно. Собственно, осталось несколько слайдов про модели для исследования. То есть перейдем в лабораторию, то есть подытожим, что происходит. Да, для лечения в том числе лейкозов острых миллориных существует очень много препаратов разных. И иммунотерапия, и таргетная терапия, и химиотерапия. Но, к сожалению, улучшить заболеваемость, улучшить выживание, пятилетнее выживание больше, чем на 60%, пока не удалось. И сейчас активно исследуются методы комбинированной терапии. То есть какие 2-3 препарата, 4-5 нужно между собой скомбинировать, то есть одновременно добавить для того, чтобы злокачественные клетки погибли. И этот процесс поиска препаратов, он не просто так берется. То есть нельзя взять человека больного и ему дать препарат и посмотреть, что с ним будет. Все начинается с клеток, и когда мы работаем в лаборатории, мы начинаем всегда с культур клеток. То есть злокачественные клетки, когда-то взятые от человека, они растут в чашке Петри, могут делиться. На них можно ставить опыт и смотреть, что с ним будет под разными препаратами. Дальше такой переход к более реальным вещам. Это 3D культуры, то есть это культуры, которые больше похожи на органы. То есть 2D культуры – это просто клетки, которые растут на чашке Петри. У них нет взаимодействия с другими клетками, как это бывает в организме. 3D культуры – это такие более сложные системы. Дальше мышиные модели. То есть часто используют специальных мышей, в которых выращивают опухолевые клетки. И дальше уже мышам непосредственно дают препараты для того, чтобы посмотреть, ну вот как на той картинке, что будет. И дальше приматы, но это довольно редко используется. Но в целом тоже модель для исследования. Тут еще раз про культуру, какие бывают культуры, бывают суспензионные культуры. То есть просто, если мы говорим про лейкозные клетки, просто лейкозные клетки обособлены растущей культуральной жидкости. Так вот выглядит культуральный флакон. Это красненькая, это питательная среда, и там болтаются клетки. Дальше для того, чтобы перейти ближе к реальности, их можно смешать, например, со стромой. Это клетки, которые костный мозг выстилают, для того, чтобы какое-то межклеточное взаимодействие происходило. И дальше можно создавать 3D-культуру разную, то есть выращивать их в объеме, чтобы они не плоские были, а такие, как органы. И вот когда, кстати, ну вот изначально, да, кстати, что-то я не вставила картинку про Хеля, ну ладно, изначально вот самая первая линия, с которой начались все эксперименты, это линия Хеля, не знаю, может быть, кто-то знает, потому что это клетки, взятые у пациентки Генриета Лакс. В общем, эти клетки были первыми лабораторными моделями, на которых начали стать эксперименты. И если бы не они, мы сейчас вообще ничего не знали ни про злокачественные клетки, ни про все остальное. Собственно, вот на похожих культурах клеток и ставятся все остальные эксперименты. Сейчас куча, там больше 200 штук имеется. Когда раньше препараты, да, в том числе препараты, тестировали вот на единичных клетках, то есть просто на клетках смотрели, как они погибают. И как бы все, большая часть препаратов работала. Когда переходим уже к более сложному, там, тестированию, например, на мыши или уже на пациентах, то работает меньшее количество препаратов. Почему? Потому что у клеток есть взаимодействие между собой. И для того, чтобы вот как-то изучить, как другие клетки могут влиять, действие на, ну, могут влиять на ответ клеток, злокачественные препараты, придумывали вот смешивать, например, астромальные клетки, то есть клетки костного мозга, с злокачественными клетками. И оказалось, что очень сильно меняются ответы на препараты за счет этого межклеточного взаимодействия. Ну, вот если захотите, подробнее прочитайте статью. Не будем на этом останавливаться. Несмотря на то, что есть куча разных моделей для исследования, самым таким распространенным являются культура клеток. Есть люди, которые говорят, типа, ой, фу, вы там на культурах клеток работаете, там, типа, вообще все не так, как на клетках пациентов, не так, как в мышах, не так, как там в пациентах. Но, на самом деле, для первичных каких-то исследований, то есть для того, чтобы было легко и быстро, можно было, например, проверять кучу препаратов, проверять реакцию клеток на препараты, да, как у них меняются там экспрессии генов, анализировать там какие-то, придумывать сенсоры для того, чтобы исследовать какие-то там процессы внутриклеточные, или там делать CRISPR-скрининги, то есть вырезать гены, смотреть, что с клетками будет. Используется все равно культура клеток. Осталось несколько слайдов, так что не скучайте, но вопросов вы, конечно, зря не задаете. Собственно, культура клеток является таким простым и очень удобным методом для первичного тестирования. Дальше это мышиные модели, например, для такого типа персонализированного подхода используется, то есть для того, чтобы решить, что пациенту, какой препарат дать, можно взять у него опухолевые клетки, вколоть в мышь и дальше нарастить, вколоть еще нескольких мышам и дать, например, у вас есть три мыши разные, вы дали три разных препарата, посмотрели, какая мышь лучше себя чувствует, в какой опухоль уменьшается. И на основании этого вы решаете пациенту дать вот эту оранжевенькую пилюлю. Но этот метод используется и для клиники, и для исследования всяких новых препаратов. Но это очень долго и в том числе дорого. Также вот интересная модель, которая используется, это модель Danio Rerio, Zebra Fish, потому что рыбы, они прозрачные, и если им колоть цветные флюоресцентно-опухолевые клетки, можно четко видеть, где они находятся. В том числе для изучения лейкозов используются такие вот модели Danio Rerio. Видите, вот здесь опухоль. Во-первых, рыбы быстро растут, быстро рождаются в большом количестве. Можно также клетки пациентов наколоть в большом количестве рыб и дальше тоже тестировать препараты, то есть смотреть, как опухоль уменьшается внутри рыбы. Собственно, на этом все. Я тут хотела несколько вам показать ученых, которые, может быть, это не супер известные ученые, вам покажутся странным их нахождение здесь, но вы посмотрите про них, потому что это такие люди, которые, в том числе несколько людей, три из шести я встречала на конференциях, люди, которые сделали огромный прогресс в изучении заболеваний крови. Например, Джанет Роули, она обнаружила вот эту вот транслокацию, BC-рабль. Мартин Кэрролл – это человек, который занимается ролью цитокинов и факторов роста, то есть того, как вне клеточные факторы могут действовать на устойчивость опухоли к препаратам. Вот этот вот человек, Александр Перл, он занимается разработкой всяких комбинированных терапий на основе ингибиторов F-LT3, в том числе, то есть таргетных препаратов. Джон Дик, он первый охарактеризовал лейкозные столовые клетки, то есть показал, что есть инициирующая клетка, из которой возникают лейкозы. Марина Коноплёва – это ученый, который изучает микроокружение, опухоли, и она очень активно продвигает терапии, основанные на ингибировании BCL2, вот этой вот противоапоптетической молекулы, то есть на том, чтобы заблокировать молекулу, которая мешает клеткам блокаточному идти в апоптос, то есть погибнуть. И Николас Лиден, так что-то как-то не очень по порядку вышли, вот человек, который имитинип, собственно, первый таргетный препарат, ввел в практику. Спасибо всем за внимание. Можете подписываться на меня в соцсетях или на нашу лабу тоже можете подписываться. У нас, как у модных людей, есть Twitter. Если у вас будут какие-то вопросы, можете писать мне в любое место, в любое время. А может, я пока задам вопрос, пока в чате люди пишут? А когда вообще появилась идея химиотерапии, и как она возникла? То есть когда люди поняли, что опухоль недостаточно просто вырезать, нужно ещё каким-то веществом подействовать на организм? Как это вообще произошло? Вот этот переход. Всё, спасибо. На самом деле, это очень интересный вопрос, потому что был такой человек, Пауль Эрлих, который был, как сказать, неодухотворён, короче, был одержим вот идеей волшебной пули. Это такое выражение, я не знаю, волшебного пуля, которое каждый раз, когда ты что-то начинаешь там более научно-популярно гуглить по злокачественным заболеваниям, оно всегда возникает. Вот. В общем, он решил, что всё не может быть просто так, что на поверхности злокачественных клеток должно быть что-то такое, что нужно найти, заблокировать, и вот будет вам просто волшебное терапевтическое решение. То есть он первый вообще подумал о том, что может быть что-то, что таргетирует конкретно злокачественные клетки. Но как бы прошло около почти 100 лет прошло. Не, не 100, 60. Вот. С того времени, как эта идея возникла, волшебная пуля о том, что она должна быть, и как бы её до сих пор нет, к сожалению. Спасибо большое. Тут ещё есть вопросы из чата в Ютубе. Спрашиваю, какие методы обнаружения поражённых клеток надёжнее и производительнее? Биохимические анализы или оценка морфологии клеток в микроскоп? Спасибо за вопрос. Обычно, вообще есть гайдлайны специальные, я как бы не врач, я не могу так отвечать на этот вопрос, наверное, быть некорректно. Для любого злокачественного заболевания есть гайдлайн, то есть рекомендации того, что и где нужно посмотреть. То есть для лейкозов обычно это там blood count, то есть в целом, то есть оценка всех компонент крови, для того, чтобы обнаружить недостаток каких-то каких-то клеток или наоборот избыток бластов, и дальше уже делают иммуногистохимию или цитологические исследования для того, чтобы обнаружить специфичные транслокации, то есть для того, чтобы уже более подробно определить подтип, в том числе по наличию рецепторов на поверхности, тоже цитометрию используют для того, чтобы уже более четко четко определить количество злокачественных клеток в крови. Но обычно на сайте Cancer Research UK, это ассоциация по борьбе с злокачественными заболеваниями Великобритании, вот у них там есть гайдлайны для всех злокачественных заболеваний, как нужно, что смотреть. В каком порядке? У меня еще есть такой вопрос, вот ты говорила, что иногда клетки опухолевые, правильно я понимаю, берут от пациента и прям подсаживают подопытному животному, там типа мышки, да? А как при этом добиваются, чтобы иммунная система мышки не отторгла эту пересадку? Ой, спасибо за вопрос. Сейчас я тогда, тут два момента есть. На самом деле, у меня там был слайд интересный, не про мышей, но просто что-то уже как-то очень много времени заняло все остальное. В общем, берут, во-первых, иммунодефицитных мышей, вот, видите, они здесь изображены такими лысыми, не просто так, потому что это мыши без тимуса, поэтому не происходит отторжение. но есть проблема, Если прививать подкожно опухоль, есть опухоли, которые хорошо прививаются, то есть они быстро высколеризируются и хорошо прививаются, то есть, например, нейробластомы очень хорошо прививаются, Но с лейкозами есть огромная проблема. Они очень-очень плохо прививаются. И вот у меня была здесь картинка, что если взять обычную NSG-мышь, то есть просто мышь без тимуса, без иммунитета, прививается примерно 50% клеток. И это очень плохо, потому что на самом деле, в смысле 50% образцов, то есть вы взяли у 100% образцы, и только 50% из них привилось. То есть 50% вы вообще не можете изучить. И появились несколько лет такие мыши гуманизированные, называются NSG-мыши. Это мыши, у которых экспрессируются, то есть генномодифицированные мыши, у которых есть несколько человеческих ростовых факторов. И вот для них NSG-мыши уже намного выше. То есть клетки пациентов остромилодного лейкоза прививаются с большей вероятностью, и все стало проще для изучения лейкоза. Проблема, в том числе с лейкозами, в том, что надо в хвост колоть, и это такой процесс не очень хороший. И очень долго ждать, потому что должно произойти перенасыщение костного мозга, потом клетки должны снова выйти в кровоток, и только тогда уже возникает реальный лейкоз. Короче, вот такую систему используют либо совсем иммунодефицитные мыши, либо иммунодефицитные мыши гуманизированные, у которых есть человеческие факторы роста. Спасибо за вопрос. Спасибо большое, Эльмира. Вроде бы пока больше вопросов нет. Я сразу приношу свои извинения за то, что стрим отвалился в какой-то момент. Спустя некоторое время мы на канале факультета биоинженерии и биоинформатики выложим нормальный файл, без вот этого перебоя. И если кто-то пропустил, можно будет посмотреть, но и потом вообще, в принципе, эта запись будет доступна для просмотра. Спасибо всем большое, кто был сегодня с нами. Спасибо большое, Эльмиру, что нашла время и возможность к нам прийти. Было очень интересно. По поводу презентации, ну и файлов, тогда я, наверное, их в группах научного клуба попозже выложу, если Эльмира, конечно, не возражает. Да, 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 я пришлю презентацию. Да, спасибо всем, кто пришел. Так что, если будет вопрос, не забывайте, можете писать. Всем пока. Да, всем пока, спасибо. 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 Спасибо.